МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Полянский. Теперь к основным темам выпуска. Губернатор Виктор Томенко сегодня оценил, как идет строительство путепровода в Барнауле в районе Нового рынка. Процесс завершен на 75%. ВДВ – это мужество высшего класса и храбрость первой категории. 2 августа – день воздушно-десантных войск. Безвизовый туристический режим, цифровой рубль и перерасчет пенсии. Коротко о нововведениях августа смотрите в выпуске. Губернатор Виктор Томенко заявил, что путепровод у нового рынка будет запущен в срок. Как идут работы, он проверил сегодня. О ходе строительства доложили глава Барнаула Вячеслав Франк и руководитель подрядной организации Николай Данилин. Они заверили, что строительство идет в соответствии с графиком и мост будет завершен в намеченный срок. Производим монтаж самого большого нашего 42-метрового пролета. У нас 6 балок в нем. Одну балку мы уже смонтировали в промежуточное положение. Сегодня ночью в окно будет монтаж второй балки в промежуточное положение. И задача у нас стоит до конца августа – все 6 балок уже поставить в проектное положение. Глава региона уже второй раз за лето контролирует работы на путепроводе. Губернатор пообщался с бойцами строя отряда «Скиф», которые входят в число строителей важнейшего для города объекта. И все внимание к работе вашей коллег, которые здесь работают на постоянной основе. Так что будете проезжать уже зимой, я думаю, или проходите, будете видеть, мой вклад здесь есть. Это самый популярный вопрос всех наших друзей и знакомых. Они знают, что мы работаем здесь. И главный вопрос – когда уже доделаете мост? У нас нет взрывов, у нас нет сбоев. 75% объемов у нас уже выполнено. И нет никаких предпосылок для того, чтобы сроки были сдвинуты. А это, конечно, не вариант. Напомню, строительство путепровода, стоимость его составит более 2 миллиардов рублей. Он будет построен благодаря привлечению инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного федеральным центром. Тельняшки и ультрамариновый берет – символы сегодняшнего дня. В этом году воздушно-десантные войска отмечают 93-ю годовщину со дня основания. В Барнауле в честь праздника торжественно возложили цветы к мемориалу славы. На площади Победы собрались десятки человек. Среди них десантники, их близкие и неравнодушные барнаульцы. Они оставили красные гвоздики и почтили память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Участники церемонии рассказали нашей съемочной группе о важности сохранения памяти. Затем десантники отправились на Власихинское кладбище. Там прошла торжественная панихида и возложение цветов к могилам солдат, погибших в военных конфликтах разных лет. Такая программа стала уже традицией. Многие пришедшие участвуют в ней не первый год. Да, каждый год участвуем, если не на работе, не в командировке. Часто участвуем, конечно. Забираемся все с братьями. Свободное падение, свист в ушах и ветер в лицо – все это неотъемлемая часть службы в воздушно-десантных войсках. Сегодня 93 года со дня их основания. В честь этой даты на театральной площадке «Спичка» прошел праздничный концерт. На нем исполнили популярные патриотические песни и композиции, посвященные храбрости десантников. Звучали в том числе авторские песни Ивана Пешеханова, участника специальной военной операции. Кроме песен, для гостей были организованы инсталляции с современным оружием и обмундированием. По словам организаторов, такие стенды привлекли внимание всех посетителей. Первые три часа здесь были буквально сотни человек окружило. На расхват брали оружие, фотографировались. Мы демократично разрешили всем брать, смотреть, носить и так далее. И люди с удовольствием, жены, дети брали, ветераны, группами в обнимку на фоне флага ВДВ снимались с нашим оружием. Это было здорово. В России выпустили цифровой рубль. Пожилым пересчитают пенсию. Для некоторых стран ввели безвизовый режим. Какие еще изменения вступают в силу с 1 августа, расскажем далее. Наряду с наличными и безналичными деньгами в России теперь работает цифровой рубль. Закон о новой валюте вышел 1 августа. В широкое обращение он пока не попадает. Его тестируют. Для бизнесменов это возможность сохранить свои средства, поскольку уровень безопасности высокий. Цифровой рубль также поможет финансовому рынку в развитии новой платежной инфраструктуры. Тарифы определяют в центробанке. Там подготовят список банков и сроки, в которые они будут проводить такие операции. Работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Повышение следствия расчета надбавок накопленных пенсионных коэффициентов за прошлый год. Их вычислят индивидуально. Стоимость одного пенсионного коэффициента в этом году почти 124 рубля. Максимальная прибавка чуть больше 370 рублей. Ставка на утилизационный сбор по вводу машин и автобусов увеличилась. Теперь она повышена в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили. Постановление распространяется на транспорт, который везли в страну с начала этого месяца. При этом льготы по налогу для физических лиц на новые машины сохраняются. До 300 тысяч рублей штрафа грозит гражданам, которые работают и помогают обходить закон иностранным агентам, лицам, получающим поддержку из-за рубежа. Внеплановые проверки ждут и самих инагентов. Недвижимость коррупционеров с 4 августа начнет продавать государство. К изымаемой собственности относится жилье, которое получено за счет коррупционных нарушений. И на него нет документов, подтверждающих приобретение на законные доходы. Деньги и имущество поступают в бюджет Социального фонда России. С 1 августа между Россией, Китаем и Ираном вступает в действие безвизовый туристический режим. Теперь иностранные граждане для въезда в нашу страну могут получить единую электронную визу, действующую на все территории государства. Услуга доступна гражданам 52 государств, и этот список будет расширяться. Алина Пенигина, Новости. В этом году в Алтайском крае произошло больше 60 ДТП с мотоциклистами. Среди них 11 с участием несовершеннолетних. В них получили травмы 12 детей. Частью печальной статистики прошлых лет стал герой следующего сюжета. Это улица Малахова. Гул машин, трамваев, ничего необычного. Однако для Василия это не просто место. Именно здесь несколько лет назад по его вине произошло смертельное ДТП. На мотоцикле Василий сбил двух человек – ребенка и женщину. В тот день мы с моим другом решили съездить помочь его родителям. Мы ехали, получается, со стороны Интарного в сторону волны Ашана. И, получается, когда мы ехали, машины начали не пропускать, а наоборот, притормаживать с одной стороны, а с другой было свободно. И мы между рядов поехали. Она шла по пешеходному переходу. Я ее не заметил и начал вылетать. Попытался уйти от ДТП, но ничего не получилось. На этих фото видно, что Василия хорошенько отбросила от места ДТП, а пострадавшая женщина осталась лежать под его мотоциклом. Она получила множество тяжелых травм. Ее увезли в больницу. И я думал, что она еще будет жива. Но на следующий день она умерла в больнице. А дальше слезы, гнев родственников пострадавшей, суды и приговор. К слову, достаточно мягкий. Максимальная санкция по статье 109, части 1, это причинение смерти по неосторожности, два года лишения свободы. Василий получил столько же, только условно. Плюс присудили выплатить по 500 тысяч рублей отцу и мужу женщины. Василий считает приговор слишком суровым. Во-первых, я вот хожу, отмечаю сейчас. Во-вторых, с денежными средствами тоже стало очень плохо. Практически ничего. Я стал работать, чтобы отдавать эти деньги. Эта ситуация в данный момент не дает мне так же покоя. То, что произошло тогда и по сей день, я помню это. И мне очень не хотелось бы, чтобы кто-то повторил мою историю. Отмечается Василий в уголовной исполнительной инспекции раз в месяц. Остался еще год. Но это, конечно, не самое страшное наказание. Молодой человек признается, тяжело жить с осознанием, что лишил жизни человека. Вадим Слюсарев, Софья Житина, Иван Сухасыр. Новости. Конечно, это не единственный случай, когда несовершеннолетний за рулем нарушает правила дорожного движения. В региональной госавтоинспекции нам пояснили, в таком случае родители могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Из санкций предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. День железнодорожника отметят в нашей стране на этой неделе. Накануне праздника губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Новоалтайск, где осмотрел новый электропоезд, посетил предприятие по вторичной переработке резины и ведомственный детский сад РЖД. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, за последние годы компания РЖД совершила рывок в будущее. С каждым годом все комфортнее и безопаснее путешествовать на поездах. Многие предпочитают их самолетом и автомобилем. В РЖД работают 20 тысяч жителей края. Глава региона назвал социальную политику компанией образцовой. Сотрудники и ветераны отрасли получают помощь в специализированной больнице, ездят в санатории, а их дети посещают ведомственные детские сады. Наши ребята – это не только то, что в детском саду, тематика внутри детских садов. Мы часто проводим экскурсию наших железнодорожных предприятий. У нас большая программа, как раз связанная с тем, чтобы помочь детям оценить, что такое железная дорога, для чего она существует, ведь большинство еще детей – это дети железнодорожников, понять, где работают их родители. Виктор Томенко осмотрел новый электропоезд, который будет работать в новосибирском направлении. В нем 8 современных вагонов с мягкими сидениями и кондиционерами. А первый вагон оборудован подъемником для маломобильных граждан и специальным санузлом. Новые поезда запускают в регионе регулярно. Например, с начала года работает маршрут «Барнаус-Лавгород». Этот поезд уже перевез 35 тысяч пассажиров. Только в прошлом году было приобретено 30 новых вагонов, каждый стоимостью почти под 70 миллионов рублей. Больше 2 миллиардов рублей было вложено нашими железнодорожниками в это. Новый электропоезд с 1 января уже начал работать. Сегодня мы планируем еще один по направлению в сторону Новосибирска, чтобы пошел, и еще один до конца года будет введен. Каждый электропоезд почти 700 миллионов рублей. Это все вклад в наши возможности, в комфорт, в сервис, вот повторюсь еще раз, в скорость, в удобство. Для сотрудников и ветеранов железной дороги в Новоалтайске прошел праздничный концерт с участием коллективов края. Виктор Томенко обратился к железнодорожникам с приветственным словом и вручил региональные и федеральные награды. Благодарности министра транспорта Российской Федерации, медали за заслуги в труде, почетные грамоты правительства Алтайского края и благодарности губернатора. Низкий поклон за ваш труд, за ваш вклад в развитие Алтайского края, за то, что передали нынешним поколениям вот по наследству, за ту работу, которую делаете и продолжаете делать, делаете, продолжаете делать и сегодня, потому что представить себе нормальную жизнь, текущую, обыкновенную жизнь такого региона, как наш, без труда железнодорожников невозможно. Только за первое полугодие этого года компания инвестировала в свои объекты почти полтора миллиарда рублей. Губернатор намерен с помощью РЖД сделать Алтайский край экономическими воротами на восток. Например, ввести товары из Казахстана и Китая через Алтайский край по всей России. Юлия Шеламова, Дмитрий Катерлыга, Новости. Отряд из восьми полицейских совершил 30-километровый пеший поход к подножию горы Белуха. В нем приняли участие сотрудники управления МВД по Алтайскому краю и соседней республики. Экспедиция стартовала на границе двух регионов. Идея пойти в экспедицию к подножию горы возникла еще в прошлом году. А в этом участковые и уполномоченные полиции в честь столетнего юбилея их службы воплотили задумку в жизнь. Они прошли от села Тюнгур до озера Аккем в полной походной экипировке весом 40 килограммов. Участники оставили подписи на знаменах с символикой столетнего юбилея службы. В память о походе флаги отправят в ведомственные музеи. Межрайонный гастрономический фестиваль «Как сыр в масле» прошел в Шалабульхинском районе. Его гости познакомились с историей сыроделия о компании Киприна и попробовали больше шести видов сыра. Твердые сыры гран-при, алтайский, швейцарский, полутвердый, сливочный, мягкий рассольный брынза. Такие виды попробовали гости фестиваля «Как сыр в масле». Он прошел в Шалабульхинском районе уже во второй раз и собрал сотни любителей этого продукта. Этот фестиваль для всех, для работников, для жителей села, для гостей района, края, для всех. Организаторы фестиваля подготовили большую развлекательную программу с тематическими зонами. Фермерский двор, ремесленная ярмарка, площадка с мастер-классами по приготовлению сырной вафли и росписи гипсовых фигур, квесты и игры для детей, выставка сельскохозяйственной техники. Мы заслужили этот праздник нашим коллективам, хозяйством, теми людьми, которые здесь работают. Поэтому и проводим этот праздник. Бренд Киприна делает свое село известным на весь Алтайский край и прославляет Шалабульхинский район далеко за пределами региона. Больше 25 лет компания производит сыры в экологически чистой зоне, объединяя опыт мастеров и современное оборудование. Фестиваль прославляет бренд Киприна, динамично развивающее все поселение и показывает, как они дополняют друг друга, насколько они дополняют друг друга. Можно сказать, что сегодня мы еще только учимся громко говорить о хорошем, но тем не менее результаты уже видны. Это и для жителей более привлекательным, это и для экономической точки зрения, потому что здесь люди, которые занимаются производством мелкие-мелкие пешники, могут продать свой продукт и свои товары реализовать. Для всех гостей прошел концерт с участием творческих коллективов из трех районов Алтайского края, а также Барнаула и Камня на Аби. Фестиваль «Как сыр в масле» уже стал ежегодным. Шалабульхинский район ждет гостей и в следующем году. Юлия Шаламова, Дмитрий Козерлыга, Новости. Жители отдаленных поселков, которые прикреплены к городской больнице номер 2 Бийска, смогут посетить онколога в местных фельдшерско-акушерских пунктах. Осмотр будет организован в рамках совместной выездной работы со специалистами бийского онкологического диспансера. Как сообщают на сайте регионального министерства здравоохранения, график работы бригады пока формируют. Как только его утвердят, он будет опубликован на сайте больницы и официальных группах в социальных сетях. Добавлю, выездная работа онкологов организована по просьбам жителей поселков. Трое спортсменов из Алтайского края представили наш регион на 4-й всероссийской летней спартакеаде инвалидов по боча для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. За награды боролись 38 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет из 12 российских регионов. Как сообщает Алтайский спорт, Анастасия Макарьева взяла серебро среди девушек, а Михаил Маланичев – бронзу среди юношей. В двух шагах от пьедестала остановилась Софья Безрукова. У нее пятое место. Спортсмены тренируются на базе Алтайского училища Олимпийского резерва под началом тренера Александра Аксенова. А у меня все к этому часу. Хорошего вечера, не переключайтесь и оставайтесь с нами.